заснял ну не знаю может и заснял сейчас он побудет еще походит но за селом-то не заставишь а ты на ходу ли кто умеешь ходить я а ты на одном пальце умеешь ходу и держать ходу можно попробовать сарик туалет а вы тяжелую взяли-то полегче на какой-нибудь вон у вани возьмите полегче а то откуда камни такие нашли а зачем они так называют ну-ка уходи ванюша отсюда вот теперь теперь я подниму что Это глаз, тут никакой мудрости нету, этот глаз, я вот когда стоял за штурвалом корабля, у нас был начальник каравана кораблей Задорнов, на Балтике были, вот бывает такая погода, тихо и мороз, и тоненький слой льда, не шелохнется ветер-то, а он вот так вот поднимается в рубку, а как раз он был на нашем корабле, обернется назад, а во льду видно как корабль шел, как вот по бритве, он подойдет, засмеется, я знал, говорят, что вы стоите за штурвалом, чувства нету, потому что два прибора, компас, компас и аксиометр, их надо совмещать, это надо чувствовать, то ли он пошел, то ли его колебнуло ветром, то ли что, это вот интуиция. Я даже был на сети, море никогда не видал, ну просто в глаз. Смотрите, или сейчас езжу за двой? Сережа, сейчас он. Направляем? Куда? Вон храм, приблизь его. И здесь вот рожа его. Что с ним, пойдем? Ну мы пойдем, пойдем, вот смотри за ним, шарик, скоро у него кончится этот период, ну вот гляди. Потом заходит и не знаю, с кем будет подходить. Вот, посмотри, ну и делись. Так, подожди-ка. С этой шарю надо, чтобы зашел. Так, гляди, гляди. Так, гипсы, он не с той стороны, если зайдет, а все равно сделает. Видишь, помощился на эту метку, оставил-то. И которые собаки-то его попортили, а сейчас они залавили, он опять поднял ногу, видал я вас. Как протопопа вакуум говорил, говорит, сморкаюсь я на вас. Пошли. Пошли. Вот подойди, я покажу что-то тебе. Белый, белый, белый. Это вот вилые лангетки, как я называю, у шарика. Сломанная ножка была, левая, задняя. Больше ничего на них не было, просто ножка. Я вот так вот заложил, вот здесь у него нога, а с этой стороны отваленка. Заложил, чтобы не так, ну и перевязал. Теперь, когда он это сорвал, от оваленок, это он так его обгрыз. И вот эти вот найдет, он их грызет в дребезги, я не пойму, неужели собака может так понимать. Это вот отдельно положу. Сейчас я его выведу и покажу. А то все, оторвал. Ну, это уже 19-го было числа, беда эта. А сегодня у нас 9-я. Ой, лежит. Это пусть лежит, не трожь его. Я сейчас выведу, потихоньку пройди сюда, покажу где шарик. Ой, какие седения хорошие собачки. Вон он где, вон он. Шарик, шарик, шарик. Вот он где шарик. Вот он радостный шарик. Шарик, шарик, шарик. Стоп, 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 стоп. Сейчас я его подцеплю. Пойдем. Он ножку бережет, но эта ножка левая, он уже сам себя чешет. Посмотри, может быть, найдет он сейчас. Пошли. Он не знает где. Так, он не знает, он я убирал. Так, подожди, не ухай, не ухай. Не подходите близко. А то сядьте, сидите, не шевелитесь. Он беспокоится. Так, смотри, шарик. Тихо. Вот это что такое? Вот это что такое? Вот, вот, вот. Ну-ка. О, увидал. Гляди. Эту деревяшку он вытаскивает. Вот, посмотри, я не видал такого. Вдребезги ее растеребливают. Гляди. Чего, неужели он может помнить, что это она его была, но сам ее сорвал-то? Ее грызет, грызет, отплевывает. Потому что я сделал скотчем, и под скотчем там у него шерсть слезла даже. Смотри. Вот. Он заедает. А это валенок грызет, который был там у него. Ничем не намазанный, ничего нет. Нет, деревяшку, деревяшку он грызет. Деревяшку грызет. Валенок, вот он. А, он не видал еще валенок-то. Сейчас я валенок покажу, валенок. Гляди. Увидал валенок. О-о-о. Так, подожди. Что у тебя там, вкусное что-то? Это пакет из-под блинов. Ну. Ну все, Шарик. А вот эта-то чья твоя? Ну-ка, валенку гляди. Он ее доедает. Журет. Как кусок мяса какой. Гляди. Рядом покажи. Я не видал такое, чтобы валенок. А-то от валенок от старого отрезал, чтобы ему ногу не давило. Ну, я ее там замотал. Может, ветеринар, кто посмотрит, скажет. Что такое это? Прям по-настоящему откусывает ее и глотает. Чтобы бесследно исчезла эта, зараза. Ему неохота была на ноге. А сейчас-то нога у него вплотную. Подойди к ноге-то. Посмотри, какая. Ножка-то видно где? Да, да, видно. А так как она была под скотчем... Давай, давай. Хороший, хороший. Молодец. Подожди, что-то у тебя тут на брови. Бывают маленькие клещи такие. Нету. Вот оно где у него. Видишь, как все, залезал. Это у него... Вот здесь она переломана. Да никто не трогает. Господи, благослови. Давай, давай, умница такой. Ну, такой умница. Да сколько ума в маленькой голове. Я-то специально подож... Ну, на... Все такое. Все. Все, отомстил ты им. Ну, пойдем. Пойдем. Ну, место надо, надо. Мне некогда. Сейчас церковь идти надо. Ну, фу. Ну, пошли. Хватит, хватит. Вот он, наглядей. На кота на этого напрылся. Так, задержал ты его. Уйди оттуда. Тойди, отойди, отойди. Он на кота нападает. Ну, белый котик не тронет его. А тот серый вообще не боится. Ну, а если он в чашку к нему залезет, нахально, то он на него фыркнет. А, от дурака подальше. Да. Вот смотри, сейчас, чтобы он не убежал, я его отпущу. Но, надежи на него мало. Он на трех ногах может убежать. К этой своей собачонке. Хорошо, гуляй. Гуляй сейчас. Только туда не пропустите его. Гуляйте, гуляй, гуляй. Давай на место. На место. На место, шарик. На место, место. Ну, молодец. Все. Ай, молодец. Вот он, наверное, матрасик. Так, водички попьет. Там веревка упала. Это убрать надо, тут запутается. Почему мы сюда пришли? Здесь собачка его примерно роста. И он страшно любит ее. Даже убежит, когда сразу к ней бежит туда, жаловается, наверное. Подкрепление. Вот мы сейчас идем туда. Я хочу показать. Заходите. Только любовь Минаева здесь живет. Вот он здесь. Вот. Еще раз. Придем. Такая любовь у него. Давай, молодец, давай. Ты уйдите с дороги. Сзади отстал, идите. Поправим. Ножку поднял. А он брыжит, как из кипетки. Добрый день. Добрый. А то ты готовишь что, ромашки? Ну. Лекарства, да? Голову мыть. О, видишь? Для здоровья волос. Понятно. Вот собачка его. Она не слышит. Вот она где. Вот он сюда бегает к ней. Я, товарищ, пришел, она старая лежит. А у нее еда. Вороны клюют. Ой, ой. Вот он как. Ты его снимай. Вот он как. Нока, нока. Он уже наступает на ножку. Левая, задняя нога. Проверить, как квартира. Вот так. Смотри, смотри. Вот он пошел, видишь? Вот он пошел. Это шарик? Шарик пришел. Он не похудал нисколько. Ну, иди сюда, иди. Вот она твоя любимая. Ну. Ой, хорошая собачка. Она старушка пенсионного возраста. Вот она. Ей уже тревога. Тут это его не тронут. Тетя Люба, говорит, 13 лет ее. 13 лет. А этому-то, по-моему, половину нет его. Он не смотрит на возраст. Он не повлияет молодых. Вот он как. И главное, его когда надо эту ногу помнять-то, а он с другой стороны запет-то. Так он на переднее встает. Вот так вот. А сейчас с другой ноги он стоит и поворачивается. И брыжет. Вот здесь настоящий. Ну, вот она пришла. Ну, иди еще, иди, иди. Разрешается. Свиданка у тебя короткая. На. Из нашего ГУЛАГа пришел. Ну, давай. Это как в круге первого. Но, даже не надо. Но. Все. Все. Какая любовь. Ой. Ну, все-все-все-все. Все-все-все-все. Да, в прошлый раз-то, когда скафандр был, я пойду еще, чтобы у него там гремит скафандр. А он просто здесь нюхает, и туда пушки-то эти наскрыл. Ну, а парни пошли. Все. Стояние окончилось. Разма не переставать. Я хочу победишек взял, показать, какое бывает у собак в состоянии любви. Если так не развивается. А что, охота посмотреть? Ну, давай, давай. Посмотри. Посмотри. Как она тут живет, Любовь Ивановна? Ну-ка. Посмотри. Посмотри. О-о-о. Кошек-то нет где-то, не видать. Ну, они там. Вот одна женщина. Ты в каком году, Любовь, приехала сюда? Ой, знаете, так. 2002. Второй год. Тебе сколько лет было тогда? 2002-го, это сколько? Минус 12, да? Да. 52. 64. И ты завела скотину? Ну, я перевезла скотину, да, и держала. Сколько у тебя было? Чего? Ну, у меня только 5 дойных коров было. Представь, я одна женщина. Дойных коров только в таком возрасте. Плюс еще же там вот я метили, там воробей в гнезде. Новорожденные телята, так что я тоже. Да, Тихонович, к нему в дом вороби залезли. Да воробьи там понятно, они ее не боятся. Не слышат, да? С тобой не общаются, да, да, да. Надо, чтобы привлечь. Так, еще какую ты держала живность? Ну, птик. Какую? Цесарок, индюков. Так, цесарок сколько у тебя было? Самое больше? Ой, да штук 50. 50, а индюков? Индюков меньше, штук 20. 20, а куриц? Ой, куриц я не считала никогда. Не считала. А сколько сортов куриц было? У нее больше еще было. Ну, я когда в Багласихе у женщин одной покупала яйца декоративных, у меня было 12 разных куриц. 12 разных, представьте себе, вот пришли. Там и маленькие, и большие, и мясного направления, они красивые были, скажите. Это пиро такое, как будто взрыв на макаронной фабрике, говорит. А были пуховые куры. Куры пуховые, вот прямо как воздухом шевелит этот пушок-то этот. Это что-то такое, нечто. Я когда первый раз, Коля, Коля этот, что он, шерстобитов, у рыбок приехал, не помню ничего, и зашел ко мне. А я кормила, он подошел туда, как увидел, да такие куры, да я Лизу привезу. Он через неделю с женой приехал ей показать куриц специально, представляете? В соседней деревне человек, мужчина, поразился вот этим вот необыкновенным, таким курицем. Ой, как здорово вообще. Ну, сейчас, конечно, уже это интересно. Интересные люди, встречаются нам на каждом шагу, и люди, которые выводили эти породы. Так, я видел, у тебя гусей было много, сколько было? Ой, гусей по сто штук. По сто, представьте. Вот приехала на новое место, здесь ничего не было, ничего, пустырь. И она на пустыре одна, одинокая, по сегодняшний день одна. И у нее, посмотрите, какие сараи в виде. Покажи. Это с среднего достатка. Вот, пожалуйста. Парники, вот такие. С миром, да. Покажи, что у нее растет. Люба, чего у тебя растет? Помидоры. В огороде, ой, до чего только нет. Чего-то нет. Ну, помаленько. У меня капусты четыре сорта. Капусты четыре сорта, тихо, не отвлекайте. Еще что? Пасоли, тоже сортов пять. Арбузы, помидоры, перцы, баклажаны, лук, чеснок, картошка, ягоды три сорта. А какие ягоды? Виктория, смородина, крыжовник, смородина белая. Можешь показать? Четыре даже получается. А? Показать можно? Думаю, уже посмотрите, дедечка. Покажи-ка, Люба. Сейчас я Лешу включу. На, пойдем на одном месте, чтобы она в цепь не попала под ногу. Тебе понятно? Держать надо кверху. Покажи. Пойдем, молодец. Вот это, я уже знаю, фасоль. Вот это, капуста. Вот одна капуста такой соль. Укроп, а там высокая. Там они, пошли дальше. Вот цветная вот эта вот капуста. Это попозже, тоже цветная, но попозже. Она быстро созревает и вот в разное время сойдет. Вот, видишь, как... А ты овечек не держала? Держала. А сколько у тебя овечек было? Вот это, ну, штук 15-0. Представь себе, вот перечисляют, сколько коров, сколько птиц. В деревне это радость. Вон они, подойди, арбузы. Вот это вот брокколи, капуста. Она другая, не такая. А вот это вот брюссельская. Видишь, какая? Она еще вырастет на полметра. И у нее вон кочаны, вот здесь вот, вот. Пазухи, вот маленькие будут кочаны. Вот это так, глядь. Вот, видишь, сколько? И вот там будут такие вот маленькие коровочки. А это вот брокколи, вот сорт. Чудо какое. Ага. Пойдем-ка сюда. Роли? Угу. Виктории уже давно нету. А у нее, посмотри, какие арбузы. Здесь Виктория у меня ремонтантная. Вот, пожалуйста. А у нее еще есть. Обращайтесь. А вы на руках покажите, как это выглядит. Вот. Вот это арбуз. Видите, руки мои, арбуз. Покажи, Люба, там подойди. Возьми. Там еще больше. Люба, а почему у нас маленькие? Не знаю, значит, у вас сорт такой. У вас ранние, наверное, поэтому они. А эти попозже арбузы созревают. А то у тебя перец, да? Баклажаны и перец тут в перемешку. У меня в теплице там еще перец. Вот так. Тут ему холодно. Давай туда, выходи. А воду где берешь? А колодец у меня свой. У них колодец? Свой. Посмотри, Володя. Это все она кащает шлангами своего колодца. Сама колодец выкопала. Павел копал. Помидоры. Какие сорта у вас тут? Ну и ранние есть, и такие поздние. Люба, а ты расскажи, кто тебе давал картошку-то одно ведро? И ты рассадил. Или меньше там четыре? Там кого не четыре. Там мне две картошки всего дали. Две картошки дали. И я с этих двух картошек посадила 24 гнезда. Разрезала глазками. И урожай получился, что я с этих двух взяла, вот 24 куста, с этих двадцать четырех. И где садила целую 24 куста одинаково. Что там, что там. Ну картошка хорошая, вкусная. Понятно как. Заходим сюда. Это уже лук. Ну это семейка. Это семена? Нет, нет. Это семейка называется, сорт такой. Он с каждой луковички вот этой вырастает штук десять. Пошли дальше. Для деревни очень удобный лук. Вот цветы, малева, чеснок, дальше там морковка, вот рядом свекла. Пошли. У тебя кровать-то не нужна вон-то? Что? Кровать. Нет. Не нужна, да? Приезжай. Покажи какие-то цветы. Это картошка. Там тыква растет. Вон видно красная малина. Приблизь ее. Иди-ка сюда. Горубей в малине. О, по середине прям. О, пересадила, это уже сказали. О-о-о. А это что, у тебя петрушка, что ли? Да. Пожалуйста, петрушка. А ты ягоду-то собрала уже? Да, уже. Ну, неужели так, что ни одной ягодки не найти? Ну, как-то. Вот как же ты собирать так могла? У нас обычно собираем, так еще несколько раз после нас сборщик. Так, а я уже... Ну, хоть покажи маленько. Вот, вот, вот. Вот она ягода. Ну, ты все собрала. Это у вас черное все, да? А теперь сюда зайди. А теперь сюда зайди. Это я в этом году посадила Викторию. Хочу большую плантацию сделать. Вот сюда, пожалуйста. Вот. А тут мне заказали морковки. Я взяла посеяла. Она не взошла. Сейчас дожди прошли и взошла. Вон, видите-ка. Вон, вон, вон. Я говорю, вот когда она теперь зарастет. Вот. Ну, тут опять посолю другого сорта. Она по сортам у меня всякая. А вот это вот рядом поле. Это 40 гектаров, кажется. Сколько у него? Я даже не знаю. Это Игоря Барабаша гречка. Посмотри, какая богатая. Ну, немножко сорняк встречается. И это, вровень с забором она вот после дождей поднялась. Очень поднялась. Она в грудь человека. Рядом тыква. Вот. А вон наш лагерь. Вон умывальник, видать, отсюда. Вот. Вот нас просили показать средней зажиточности. А мы мимо почти с шариком. Я и не думал снимать. А колодец-то где у тебя? Там. Пойдем. Меня интересует колодец. Я в колодцах очень много потерял. Чистили, в воде сидел. 23 года, кажется. Полностью все зубы почти потерял. Угу. Чистить колодцы пришлось. Это из-за чего? В ледяной воде. Колодцы глубокие. Нет, у меня не глубокие. И мне вот братья, в колоде помогали чистить. Все загородить надо. Это женщина, которая одна, никакой поддержки ниоткуда. Волосатой руки нету. А помидоры еще есть. Так. Это на улице, но они вон красные, спеют все равно. Вот у меня. А это у тебя колодец. Да. А воду берешь прямо отсюда где-то или там? Вот. И лечила. Могу здесь прервать. Ну вот она и пошла по шлангу туда. А ну-ка покажи. Я могу прервать. Сюда вот здесь шланг у меня. Тут, 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 тут. Пожалуйста. Своя вода. Она не зависит от города. Как там не дай воды и пропал человек. Это мы в Потеряевке находимся. Мамонтовского района Алтайского края. Вот она приехала, женщина одна. Сейчас она уже не держит той скотины. Ну, 62 года. Да и не нуждается в этом. Господь благословил ее в этих трудах. Вот крыжовник. Боже, ее никто не держал тут. О, это какой у вас? Это крыжовник. Нет, сорт. Они же пос... Сорт какой-то челябинский. Или какой-то, видишь, крыжовник-то. Он уже осыпается. Я сорву. Он осыпается уже. Вот это да. Я ребятишек угощу. Вот это да. Вот она, пожалуйста. Сибирский виноград называют. А вон напротив, где мы сбрали дом Устиновых. Это Андрея с Ириной. А это рядом их родители. Владимир с Валентиной. Валентина моя сестра. А рядом тут домик был. Сломали. Его сын Алексей. Хочет становиться. И старый домик вот купили. Отсюда покажи. Они его вес разломали, убрали. И все. Сейчас арматуру завезли. Ну, другого размера. Все. Но не захотели. Видите, как делают? Сколько работы было. Люди не стоят на этом. Это новопоселенцы. Я же тебе говорил, чтобы не попадал на все. Не дам тебе ни одной ягодки. Сложно работал. Так. Вот так. Ну, за то, что держал на маленькую. Так. Все. Пошли. Под ногу попадет цепочка? Пропал тогда он. Закрывай сейчас за это. Спаси Христос, Люба. Слава Богу. Слава Христу. Посмотрите, какие березы. Вот это посаженные. То есть, ничего не было. Это новопосаженные. Тут корову сломали кое-что. Вот береза. Это ее. Одна одинокая женщина. Одна. Ну, в городе там дочь есть. Но она совершенно отдельно. Уходим. Все. Слава Богу. Вот наш шарик куда привел.